Всем привет! 11 советов по созданию веселого платформера. Советы не мои были найдены на просторах англоязычного интернета. Итак, платформер это игра, в которой персонаж бегает и прыгает по уровню, который состоит из платформ, висящих в воздухе. Несмотря на то, что эти советы сфокусированы на платформере, философия каждого совета может быть применена к любому типу игр, будь то 2D или 3D игра. Эти советы не только включают советы для готового продукта, этакой некой веселой игры, но они также применимы для процесса разработки в целом. Совет 1. Делай пользовательский интерфейс простым. Игрок нажимает кнопку прыжка для того, чтобы прыгать. Это и есть простой интерфейс для пользователя. Задача игрока нажать кнопку прыжка в нужное время, чтобы завершить игру. Другими словами, задача не в постоянном использовании интерфейса, а использовать его в нужном месте и в нужное время. Чем прозрачнее и понятнее управление и взаимодействие с внешним миром, тем лучше. Если бы водителям на дорогах приходилось бы каждый раз сосредотачиваться для операции поворота своей машины, аварий было бы намного больше. Это простое взаимодействие. Простой интерфейс также применим к меню и ко всем другим интерактивным разделам игры. Переходы между пунктами меню, выбором элементов должны быть максимально простыми. Совет номер 2. Делай важную информацию доступной для просмотра. Сделай так, чтобы игрок мог легко увидеть важные предметы в игре. Платформы, которыми перемещается игрок, должны выделяться не только на фоне фоновой картинки, но и в целом. Собираемые предметы должны быть легко узнаваемы. Один взгляд на какой-либо графический элемент должен давать игроку всю нужную информацию. Легко читаемый шрифт даже не обсуждается. Игрок должен знать, что происходит в меню. Совет номер 3. Помни о ограничивающих прямоугольниках для своих объектов при определении столкновений. Размер ограничивающихся прямоугольников дружественных объектов должны быть больше, чем прямоугольник игрока. Размер опасных объектов должны быть меньше размера игрока. Дружественные объекты это то, с чем взаимодействует игрок без вреда для себя и включает в себя лестницы, переключатели, веревки, бонусы и т.д. Опасные объекты это то, что может нанести вред игроку и в целом помешать игроку выиграть и включает в себя врагов, вражеские пули, шипы, вращающиеся лезвия и т.д. Больший размер дружественных объектов облегчает взаимодействие игрока с ними и проще их сбор. При меньших размерах опасных объектов легче их избежать. Итак, внимание на картинку. На картинке вы видите пример. С желтым прямоугольником обозначен игрок. С зелеными прямоугольниками указаны дружественные объекты. И можно заметить, что либо по оси Х, или по оси У, или по обеим осям размер этих объектов меньше, чем размер игрока. В данном случае ширина арбуза и яблока больше или равна ширине игрока. Красными прямоугольниками обозначены опасные объекты. Их размер меньше размера игрока. Совет номер 4. Делайте прыжки через пропасти проще. Итак, внимание на картинку. На картинке игрок может прыгать, пока он в зеленой зоне. На правой картинке площадь зеленой зоны больше. И это позволяет легче перепрыгивать через платформы. Обычно в играх, как и в реальной жизни, игрок может начать прыжок только тогда, когда он на чем-то стоит. Позволяйте игроку прыгать, когда он находится в воздухе, когда он только-только сошел с платформы. Должно быть около секунды времени, чтобы игрок начал прыгать. После того, как пройдет одна секунда, игрок прыгать не может и продолжит падение вниз. Это сделает проще прыжки с одной платформы на другую. Совет номер 5. Сделай возможность изменять состояние анимации в любом месте и в любое время. Анимация персонажа игрока должна следовать за движением персонажа, а не наоборот. Другими словами, движение игрока не должно быть ограничено анимациями. В идеальном варианте, любая анимация должна быть доступна для запуска из любой другой анимации в любое время. Игрок хочет бегать, прыгать, хвататься за лестницу в воздухе, взбираться наверх, стрелять из пистолета, прыгать с лестницы и так далее. Анимация должна позволять ему сделать это. Кроме того, игроку никогда не нужно ждать окончания текущей анимации, чтобы продолжить двигаться. Не нужно отключать ввод до тех пор, пока проигрывается анимация, заставляя игрока ждать ее окончания перед выполнением других действий. Совет номер 6. Обеспечьте игрока большим количеством бонусов и предметами для сбора. Большинство детей собирают вещи просто потому, что это весело. Такое же чувство радости возникает, когда вы собираете вещи в игре. Чем больше, тем лучше. Нет логических обоснований для этого. Это просто весело. Совет номер 7. Пишите общий, но универсальный искусственный интеллект. Разработайте и запрограммируйте небольшое количество базовых агентов искусственного интеллекта, каждый из которых содержит небольшое количество переменных. Эти переменные получают разные значения для создания большего количества базовых агентов искусственного интеллекта. Вот пример агента для ходьбы по горизонтальным поверхностям. То есть примеры этих переменных. Итак, жизнь. Легко, средне, сложно. Переменная скорость. Объект статичен, остается на одном месте. Медленно, средне, быстро, очень быстро, медленно, но быстро, если рядом игрок. Переменная прыжок вверх. Не может прыгать. Низко, средне, высоко. И высоко, когда прямо над игроком. Переменная тип атаки. Нет, блуждание, ближний бой, средний бой, стрелять снарядом. Такие переменные и их состояние подходят для рыцаря, лучника, эльфа и подобных персонажей. Аналогично нужно описать переменные для других типов персонажей. Летающих, ползающих и так далее. Совет номер восемь. Не забудьте про сюжет вашей игры. Опишите сюжет игры на ранней стадии разработки. Сюжет это, так сказать, инструкция для игры, которая описывает атмосферу, стиль и цели. Сюжет может быть сложным и занимать несколько страниц. Или же предельно простым, в одну строку. Вы можете раскрывать сюжет игры в отдельных сценах, диалогах или вообще не показывать его. Кто бы не работал над игрой, он должен знать весь сюжет игры. К примеру, сюжет в одну строку. Одинокий, однорукий, одноглазый пехотинец сражается с ордами зомби на луне. Из примера этого сюжета мы знаем о чем игра. К примеру, пехотинец. Это армия, войско, оружие, стрельба. Лунная база. Это фантастика, удаленное строение, технологии, космос. Зомби. Это кровь, пушечное мясо. Орда. Это множество врагов и опасность. Ну и так далее. Совет номер девять. Четко определите объем и время игры. Составьте список всего того, что нужно сделать, чтобы пройти игру. Затем оцените, сколько времени потребуется для реализации каждого пункта в списке. Суммарное количество времени, необходимое для разработки игры, которая у вас получится после оценки, это минимальное время для того, чтобы вам закончить игру. Давайте представим. Если описание игры занимает 50 страниц и в среднем 2 дня на реализацию того, что описано на страницах, то на создание игры у вас уйдет как минимум 100 дней. И это нормально, иметь начальный вариант дизайна вашей игры без описания всего того, что будет в игре. В процессе разработки к этому дизайн документу будут добавляться новые страницы. Давайте представим дальше. Если художник тратит 2 недели на создание всех анимаций для одного персонажа, то для создания 10 персонажей потребуется 20 недель. А это 5 месяцев, почти полгода. Если у вас есть 2 художника, то соответственно это займет в 2 раза меньше времени. Но это все равно займет 20 недель реальной работы. Другими словами, вы все равно платите за 20 недель работы. Очень легко придумать новые особенности или функции на протяжении всего процесса разработки. Однако, каждый раз, когда вы добавляете новую функцию или особенность игры, вы отодвигаете дату выпуска игры еще дальше. Продолжая добавлять что-то новое в свою игру на регулярной основе, вы никогда ее не завершите. Когда вы добавляете новую особенность в игру, будьте готовы убрать что-то другое, чтобы уложиться в срок. Убедитесь, что вы приоритизировали ваш начальный список функций и особенностей игры, так, что наименее важные могут быть отброшены, если вы не уложились по времени. Не стесняйтесь делать игру с очень ограниченным функционалом. Люди, которые смеются над вами, возможно делают ММО, на создании которой у них уйдет лет 15. Помни, одно из самых приятных ощущений – это завершенный проект. Совет номер 10. Создайте прототип перед основной реализацией. Есть тысячи идей для хорошей игры, но не все они достаточно хороши. Лучший способ узнать, какие хороши, это создать прототип игры. Прототип – это то, что можно быстро создать и быстро изменить, и поможет вам проверить свои идеи. Почему прототип? Это экономит ваше время в длительной перспективе. Вам когда-нибудь приходилось переделывать уровни или перепрограммировать всю систему из-за того, что игра получилась недостаточно хорошей? Чтобы сэкономить время, используйте готовые движки, игровые, и загружайте открытые в плане лицензии ресурсы, такие как картинки, анимации, звуки, чтобы создать прототип. Прототип может быть написан на том же движке, на котором будет окончательная игра, а часть кода прототипа может быть использована повторно. Прототипом может быть полностью отдельная программа или набор программ, которая будет удалена, когда разработка игры будет завершена. По этой причине есть люди, которым не нравится прототипирование. Они считают, что это пустая трата ресурсов и времени, так как окончательный вариант прототипа выбрасывается. Считайте прототипирование как одна из фаз разработки. На этом этапе вы проверяете свои идеи, меняете их, переделываете, дорабатываете до тех пор, пока вам не станет ясно, что все работает так, как нужно, и игра получилась веселой и интересной. Таким образом, прототип это инструмент, который используется для тестирования идей. Помни, прототип должен быть также включен в список того, что нужно сделать, и следовательно должен быть частью твоего расписания. Совет номер 11. Вовлекай всех в команде в дизайн. Было бы лучше, если бы художник, который будет работать над персонажем, участвовал в создании персонажа. Или еще лучше, если бы он предлагал свои идеи для персонажа. Было бы лучше, если бы программист участвовал в проектировании системы будущей игры. На все эти вопросы один ответ – да, это будет также лучше для игры. Игра – это творческое сотрудничество. Если дизайн игры разрабатывает один или два человека, игра будет творчески ограничена. Люди обычно чувствуют себя более счастливыми или более преданными проекту, если они участвуют в процессе проектирования игры. Поэтому поощряйте всех участвовать в процессе проектирования. И это не всегда должен быть формальный процесс. Другими словами, вам не нужно планировать встречу, где будут все присутствовать. Люди могут прислать письмо, поговорить на кухне или прокричать через всю комнату о новой идее. На этом 11 советов окончены. Если вам нравится что-то подобное, и вы хотите, чтобы я дальше находил что-то интересное и делился с вами, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, а еще будет лучше, если вы станете спонсором канала. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.